У нас дождик был Всем с добрым утром Ура Сегодня у нас наконец-то спала Это огромная жара Что у нас была последние 3 дня О май гаш У нас все заволокло небо Облаками По сравнению со вчера Это вообще Супер-купер Не прохладно, но Не жарко Так Куда мы едем Я с Габриэлом Без джашика Едем на его прием к доктору Отпринтовала я бумажки На его вот это Физическую Форму Где доктор должен дать добро, что он может заниматься спортом Блин, ну мне взяла Кучу времени, чтобы найти эту форму Почему это не так нелегко Это делает Ну я все-таки нашла Отпринтовать А, и мой принтер не хочет принтовать Я позвала Джульет Джульет смогла как-то Сохранить эту форму Отослать себе на Электронную почту И уже с электронной своей почты Смогла Отпринтовать Так что Ура Это мы сделали Еще подписали кучу Других Атлетических форм Которые ему понадобятся Он, в общем-то, не будет заниматься спортом Аж до весны Ну как, он будет У него будет подготовка Но сам его спорт начнется весной В этом году он хочет делать бег Как и старшие сестры делали Так что Круто Бейсбол, он уже все Он уже сказал, нет Бейсбола А, насчет ночи нашей прошлой Да, Джашик Просыпался несколько раз What's up? I don't know, I heard baseball You're not gonna do baseball this year Yeah Джашик просыпался несколько раз Нету Ну, видно, что ему было неудобно спать Нету такого, что сопли висят Но чихает И когда чихают сопли Вычихиваются Так что Оказалось Что у нас сегодня Прием был у доктора Не только у Габриэла Но и у Джашуа На час раньше Не у самого доктора А именно с медсестрой Потому что Сегодня ему должны были делать Еще одну прививку Но так как у него сопли Я позвонила И отменила Прививку Потому что Я не хочу делать прививку Когда он не Стопроцентно Здоровый Подождем еще неделю Дальше А, и я не взяла его с собой На всякий случай Не хотела я его Да и они считают Что это все-таки Аллергия Так как мы ходили В музей Возможно Он Что-то в воздухе Подцепил И он не хочет Чтобы я его водила На воздух Так как сейчас Вчера было жарко Сегодня прохладнее И в общем Это как раз Та повода Когда Аллергены Более активные После Нашего визита К доктору Нам также Надо пойти Сегодня мы встречаем Наших учителей На 5 вечера Я хочу пойти Чтобы девочки Маленькие Встретили своих учителей А взрослые дети У них нет Классных руководителей Но они могут Пройтись По Учителям Всех предметов Спросить Какие Им нужны Материалы Канцелярия Для школы Принадлежность Школьной принадлежности Не все Учителя Обычно Дают Но Можно По крайней мере Хоть некоторых Взять И Может Завтра Скупимся Еще раз И для старших Старшие дети Обычно Получают Свои списки Когда они Уже идут Школу Потому что Все зависит От Разных Учителя Разные Это самое Требования В общем Вот такой план А И После Встречи С учителями У Скарлетт Будет Тренировка По Группе Поддержки Сегодня Намного Лучший День Для этого Немного Даже Дочка Поэтому Я сейчас В общем Едем Доктору Габриэл Думал Вырос Он Еще Один Инч За Лето Он Был Пять И Шесть В общем Мы Померили Он Был Пять И Шесть Пять Футов Шесть Инчев И Три Четверти Инча В общем Одной Четверти Не Хватило Чтобы Бут Мы После Доктора Остановились В Добром Магазине Я Купила Матрин Для Бебиков Так У Дени Голова Болела Когда Он Болел Говорит Надо Ему Купить Детский Матрин Или Обипрофин В общем Купили Мы Анжелика Уже Вернулась Работаем Она Сегодня Работала С утра Ни Жилета Пишет Мама Ты Купала Сегодня Джашика Потому Что Анжелика Уже Его Скупала Ну и Прекрасно Молодец Анжелика Пора Пора Маме Помогать Сегодня Мы Отнесем Школьные Принадлежности Тренинки Искали В школу Меня Просили Показать Что им Надо Было Для Скали Клей Наушники Ножницы Затирачки Клей ПВА Красные Ручки Такой Типа Как Пенал Писать Записки Всякие Тарточки Бумага Которая Пойдет Вот сюда В такую Папку Замес Тетрадок У нас Папки Здесь Это Чтобы Разделять Разные На разные Предметы Вот эту Бумагу В папке Потом Карандаши Простые Крайоны И Четыре Вот таких Тетрадок Также Цветные Карандаши Для Тренинки Клей Пенал Клей Такой Ножницы Простые Карандаши Два Плейдо Крайола Такие Фломастеры Такие Фломастеры Четыре Папки Разных Цветов И Наушники У меня Девочка Болтает Болтает Вот Девочки Выдали Мне в школе Мы принесли Свои Портфели И Идем Встречаться С учителя Тренинки Кто-то Молодец Сидеть Я К Рис Волос Пистолет Очень Прикольно Там И растения что вы делаете каждый день, когда вы приехали, вы найдете свой номер, и если у вас есть лунчбокс, то вы поставите это в этой комнате. Класс, видите? Класс. И здесь, если вы едете в кафетерии, то есть, как пицца или чикен-нагет. Если у вас есть утром, то если у вас есть лунчбокс... У нас осталось только пять минут, и у нее будет тренировка. У-у-у, тут все море, тут море, красота. О, awesome, thank you. Такие классные сумочки, занавесочки. Как красиво. Что-то детки читают. В общем, к нам капкейтная научная комната у детей. Здесь в лето будут делать фотографии. Мы закончили со школой. Старшие дети не успели всех учителей проведать, потому что они закрылись раньше, чем я думала. Обычно в это время они делают ориентацию для седьмого класса и дольше открытый. Но в этом году что-то поменялось, так как у меня детей нет в седьмом классе, я была не в курсе дела. Скарлетт практикуется. Мы решили уезжать, потому что 90 градусов. Это, конечно, не 105, но все равно не очень такая погода для развлечений. В общем, мы едем домой, дети голодные, они кукурузы ели перед выходом. Надо что-то приготовить и будем возвращаться из Скарлетт опять. Ажелика, кстати, тоже ездила с нами, только на своей машине, она уже уехала. Она приехала, чтобы забрать свой официальный диплом по окончанию школы, а этот офис был закрыт. Так что не получилось. Ладно, едем домой. Короче, переехали мы домой. Старшие девчонки, Анжелика, отвезла Джульетт встретить Софию. Пошли они в кафе Софией. Ко мне сразу малыш перельнул и заснул, но я не могла его уложить в постель. Он все на мне, на мне, на мне. И уже время было ехать забирать Скарлетт. Я Дэни там разогревала лазанью и, в общем, он даже поесть не сможет. Потому что сейчас он держит джашика. Я еду с корлюшей. А, и мне молоко еще купить. У нас молоко закончилось. Так что да, вот такие вот дела. Трудно, когда малыши плохо себя чувствуют. Так кто-либо. Ладно, едем. Бусики из ракушек. Ее новая учительница раздавала всем эти бусики своим новым ученикам. Но дело в том, что я вижу эту учительницу, а она достаточно беременная, я так думаю, на последних месяцах беременная. Я говорю, о, так вы с нами ненадолго. Она говорит, да, у меня будет ребенок, но я вернусь после, типа, декрета. Я так, декрета же здесь недолго. Недолго, неделю шесть, так. Да-да-га-га. Так что да. Интересно, кто у нас будет еще. Ладно. У нас закончилось молоко. Куплю молоко. И заодно куплю что-нибудь поесть для Скарлетта. Она сейчас там уминает свой капкейк, который она не успела доесть до тренировки. Учительница, которая раздавала эти капкейки. Ну, я думаю, от ужина она тоже не откажется. В общем, это следующее утро. Не хотела закрывать влог, пока девчонки не вернутся с кафе. В общем, вернулись. А потом я просто... Малыш меня не отпускал. Так что, буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч и ба-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok